Авиаконцерн Airbus завершил прошедший год с серьезными потерями, несмотря на возросшую выручку и прибыль. Как заказы, так и поставки самолетов по сравнению с предыдущим годом выросли. Выручка превысила 70 миллиардов евро, а операционная прибыль почти достигла 7 миллиардов. Но все это перекрыли две статьи расходов. Во-первых, новые потери в программе военно-транспортного самолета А400М. А самое главное, штраф, который Airbus был вынужден выплатить из-за коррупционного скандала. Компанию обвиняли в даче взяток должностным лицам 16 государств. В течение года мы столкнулись со значительными трудностями. В прошлом месяце мы заключили с властями Франции, Великобритании и США договоренности по итогам расследования в отношении компании. Мы согласились выплатить штраф в 3,6 миллиарда евро, плюс проценты и расходы. Это цена, которую пришлось заплатить за прошлые методы, и теперь надо двигаться дальше. Проблемы с транспортником А400М длятся не первый год. Конструкцию самолета постоянно приходится изменять. А в прошлом году введенная Берлином эмбарго на экспорт оружия в Саудовскую Аравию вдобавок лишила концерн крупного покупателя. В целом из-за штрафов и перерасходов на программу А400М 2019 год закончился для нас потерями. Это, несомненно, окажет влияние и на свободные денежные средства в нынешнем году. Конечно, нас это не может удовлетворять. В то же время, Airbus в этом году ожидает и роста прибыли, и роста поставок. Так, в январе компания получила самый крупный заказ за 15 лет на 274 машины. Опасения руководство концерна связывает с непрекращающейся торговой войной между США и Евросоюзом. Впрочем, главный конкурент Airbus и Boeing также несет потери из-за проблем с моделью 737 MAX.